Здравствуйте, друзья мои! Когда-то в древности на территории современной Италии водились слоны. Небольшие, хорошенькие слоны. Читаешь об этом, об археологических раскопках, о находках ученых, зоологов, специалистов по ископаемой жизни, и думаешь, хорошо бы иметь небольшого слоненка. Маленького, лохматенького слоненка. Взял его на руки, чтобы он у тебя на руках заснул и мирно посапывал. Мысли, конечно, наивные. Конечно, я говорю это с шуткой, с улыбкой. Потому что люблю очень всяких зверюшек. Но мы-то с вами знаем, что есть в русской церкви странная традиция. Не держать дома всякое зверье. Кошку еще терпят. А вот если в доме есть собака, некоторые священники почему-то отказываются освящать такое жилище. И требуют собаку из дома изгнать. И только тогда они войдут в ваше жилище, в дом, в квартиру и совершать молитву. Что это за обычай такой? Почему вдруг собака стала виновницей? Почему это вдруг зверь нечистый, Богу неугодный? Это идет из глубокой древности, друзья мои. А бычий этот имеет корни не в христианской даже древности, а в языческой и ветхозаветной. Один из авторов «Добротолюбия» говорит, что в древности существовал такой обычай языческий, чтобы во время молитвы домашней из дому выводить собаку. Молиться можно только в доме, в котором нет собаки. Чем же собака-то виновата? Мы себе задаем вопрос. Она же тоже Тварь Божия. Господь ее тоже сотворил. Если мы перелистаем страницы Священного Писания, что увидим, что авторы Библии не очень-то чистят двух зверей, двух животных – собаку и поросенка. Вот в послании, например, апостола Петра говорится о том, что грешник, человек, который не тверд в решительной своей жизни, в христианском намерении, в христианских нравах, он подобен псу, который возвращается на свою блевотину, или вымытой свинье, которая снова идет валяться в грязь. Во втором послании Петра вы найдете эту строчку. Собака и свинья относятся авторами Ветхого Завета к нечистым животным. К ним нельзя прикасаться, их нельзя вкушать в пищу, свинью. Мы знаем множество сравнений, которые, например, позволяет себе апостол, пророк Исаия, сравнивавший язычников с псами и свиньями. Животные нечистые, потому что на Востоке, где было очень много в жарких странах, в селениях восточных и псов, и свиней, они были как уличные животные, эти звери всегда находились в грязи, в состоянии таком бездомном, жестком, и даже, например, использовались в магических ритуалах, связанных с вызыванием душ усопших людей. И поэтому в культуре, в Древней Восточной, эти звери, их образ очень четко, очень плотно был связан с какими-то злыми магическими манипуляциями. Но вот один из авторов Добротолюбия, на которого я уже ссылался, говорил, что собака ни при чем. Мы должны относиться к этому зверю спокойно. Но увидеть в этом запрете, который существовал из древности, совсем другое. На самом деле собака и молитва. Как это связано? И вот блаженный Авва Евагри говорит, что этим наставлением, этим запретом держать в доме собаку хотели нам сказать наши предки, что нельзя человеку, который носит имя Христово, который обращается к Богу в молитве своей, иметь зверский помысл. Вот такое выражение вы найдете в первом томе Добротолюбия. Зверский помысл. И нас это выражение пугает. Что имеют в виду святые отцы, когда его употребляют? Дело в том, что нельзя человеку молиться, нельзя обращаться к Богу, если вы не противоборствуете ярости, которая внутри вас кипит, злости, раздражительности. И вот святые отцы, которые являются учителями молитвы, они говорят, что христианам ни в коем случае нельзя позволять себе ярости, раздражительности, злости в своем сердце. И уж тем более, когда вы становитесь на молитву. Вот что значит этот образ изгнания пса из нашего жилища. Собаки не виноваты. И по большому счету и квартиру, и дом можно освещать, в котором находится любой зверь. Не обязательно собака, может быть, даже небольшой гиппопотам, если у вас позволяют жилищные условия. Потому что в очах Божьих нет скверных животных. Все благословлено Богом. Но в древности образ изгнания пса являлся такой иконой, мифом, сообщением человеку. Если ты предстоишь перед Богом, если ты носишь имя христианское, ты должен в себе уничтожить любую злость. Противостоять зверскому помыслу всегда. Всегда и постоянно. И вот апостол Павел на это обращал большое очень внимание. Он укорял и христиан Коринфа. И особенно в послании к Галатам вы найдете упоминание о внимательном отношении апостола Павла к нравам христианским. Он говорил о том, что вы, христиане, ученики Бога любви и человеколюбца, грызете друг друга и съедаете. Как вы выживете, он говорит, если вы угрызаете друг друга. Апостол Павел в послании к Галатам. То есть тогда, в древности, времена мучеников, времена, когда были живы еще свидетели, самовидцы, служения Христа, между христианами была грызня какая-то, споры, распри. Это совершенно недопустимо. Это и есть зверский помысл. И вы знаете, друзья мои, еще в древности христиане научились оправдывать свой зверский помысл и нрав религиозно. Это высший пилотаж лицемерия, когда мы вдруг называем ненависть и злобу святой, когда мы позволяем себе проклинать, ненавидеть, обижаться, оскорблять людей, например, которые не согласны с нами во взглядах, которые, может быть, не просто не разделяют нашу точку зрения, а раздражают нас как-то своими привычками и так далее. Только доброта, только любовь и человеколюбие создают ту атмосферу, в которой молитва наша чиста, оправдана и слышима Богом. В единомыслии, в единодушии, в воспитании милующего сердца можно молиться. Только так можно молиться. Но собаки тут, конечно же, ни при чем. Ведь вы найдете и в Евангелии, например, в Евангелии от Луки, в притче о блудном сыне, упоминание о милосердии этих существ, когда, вернее, не притча о блудном сыне, а притча о богаче и Лазаре, когда бедный Лазарь, нищий, всеми брошенный, всеми забытый, лежал у ворот богача, и только псы приходили лизать его раны. Собака тоже благословенное Богом существо, и мы ничего и никого в этом мире не имеем права проклинать, потому что мы ученики Бога любви, ученики Бога человеколюбца. Нам вменено в обязанность благословлять все сущее. И, конечно же, в молитвах своих, в прошениях, в религиозных и церковных действиях благословлять все вокруг нас, молиться о здравии даже тех людей, которые причинают нам боль. Вот что завещало нам Евангелие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!